Что касается непосредственного вопроса среднего комитета, здесь у нас в программе реформирования, возрастающих жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности, уточняем все объемы финансирования на все три года, на 23,555 почти, 24,32 и почти 175 миллионов 25. Сразу скажу, что в плановом периоде, именно в 2025 году, изменения происходят по городу Норильску, это субсидия в рамках общего стороннего соглашения, уточняется объемы финансирования за счет федерального бюджета, порядка 185 миллионов привлечения на реконструкцию, как и можно организацию коллективного хозяйства в городе Норильске. За счет средств краевого бюджета по данной госпрограмме следующие изменения. На 23,7 годы увеличиваются объемы в виде субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций 254 миллиона. Кроме того, вы наверняка уже знаете и вовлечены в эту работу. Сегодня на федеральном уровне уже рассмотрены и принято решение о запуске новой федеральной программы, мероприятия, связанной с модернизацией коммунальной инфраструктуры. Здесь мы активно участвуем, поэтому в корректировке мы уточняем объемы софинансирования. У нас в бюджете было предусмотрено 200 и 700, так сказать, на подготовку, или менее 900 в целом. Поэтому нам необходимо в рамках региональной программы показать софинансирование в объеме 378 миллионов рублей. Соответственно, добавляется дополнительно в целом 50 миллионов. Ну и надо сказать, что кроме этого 563, по-моему, на память, у нас федерации выделили дополнительно к этим мероприятиям. И фактически мы в текущем году в целом направим более полутора миллиардов рублей на подготовку к зиме, чего, конечно, не было никогда, наверное, и такой большой шаг вперед. Ну и кроме того, на следующий год мы рассчитываем также получить дополнительные средства. Там уже речь идет о подъеме 1,8 миллиардов рублей. И вы видите на свадьбе, здесь усилие города Красноярска предусматривается и в целом во всем муниципальном образовании. Кроме этих мероприятий также выделяются средства на мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и ремонта в региональных дорогах. А чем сказал комбинат, что сумма такая федеральная продолжается на подготовку к зиме, в общем, что производит бюджет федеральный, которые уже определены на продвижение, так и пойдет на конкретные цели, убивающие эти средства, которые они из-за тренировки. Средства уже распределены, то есть сейчас идет утверждение региональной программы по модернизации. Это те самые средства, о которых как раз мы сейчас говорили, 40% софинансированы в рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. То есть уже территории определены, значит, сейчас утверждается региональная программа, и там в последующем уже идет процедура по утверждению порядка распределения этих средств. Они уже фактически распределены на штабе завестительского председателя правительства. То есть сегодня мы еще в рамках программы, которые у вас будут ваше рассматривать, мы это вообще не увидим, да? Распределение. Почему? Оно уже в рамках того проекта, который мы запустили, вытверждение региональной программы, там уже это все будет исходить. Я спрашиваю про госпрограмму. Региональные распределения есть? Про госпрограмму там пока нет распределения? В госпрограмме нету, только после утверждения региональной программы будет госпрограмма. Я думаю, можно просто отправить региональную программу в комитет, там можно посмотреть по территориям и что-то еще. Да, без проблем можно отправить. Какие-то, может быть, в комитет направить, а мы в фон? Хорошо. Когда принуждается класс?